подожди подожди у нас сегодня целый зоопарк кроме того что у нас есть своя собака теперь у нас появилась вот это вот парк накопытное животное все пошла фотосессия еще боюсь ты правильно делаешь она может очень сильно толкнуть собака сегодня утром в очередной раз показал что в этом маленьком теле скрыто нечто больше я забыл вчера оставил сушиться носки снаружи хижина ночью был очень сильный ветер у меня встал думал что все уже носки унесло эта собака принесла мне унесенные бедром носок даже полночка кущей шоке теле находится душа альпинист два дня назад она пришла группа ребят из саратова вчера они ушли вниз собака осталась с нами отгоняет от нас туров приносит потерянные вещи стараюсь станцию держать на это нагруженный это выдавать веревку и уже точку на ставить давай я снимаю твой героический вылаз вова тобой будет гордиться ты на клиффе что ли но потяни и и дергаем веревку Ова, как ты учил? Узел снизу. Слушай, вот я станцию подрала. Смачиваем бородку. Массируем кожу, чтобы легко было бриться. Я, правда, ничего не вижу. Щипер дерет? Есть ли что-то? Хорошо, вот так. Ты что, выгляжу моложе? Так ты из-за этого бреешься. О, хорошо. Правда, холодом обдувает. Мне очень приятно. Представь, что это бальзам охлаждающий после бритья. Чем альпинистам не сидится без дела. И даже хижину мы решили превратить в тренировочный лагерь. Да, да, правильно. Блин, даже не знаю, как подступиться. По гладенькой стенке попробуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, справа живые. Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прям вижу, как ты стараешься. Движения прям все. Выточенные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут еще такие эти предусмотренные хваты. Предусмотренные хваты, как будто специально. Какая-то дорожка. Завтра собираемся уходить. И сегодня, по рекомендации местных товарищей, используя стандартное место, производим утилизацию мусора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр, что можете сказать по поводу своего внешнего вида? Я замерз. Вечер, сидим в хижине, поужинали, пьем чай, болтаем. А на улице дует ветер. И моросит дождик. Так, пришло время рассказать про хижину. Немножко показать, что в ней находится. Значит, входим. Тут у нас помещение медпомощи. Там внутри носилки. Вот здесь такая красивая картина. Вообще, хижина рассчитана на 12 человек. То есть, тут 6 полок. Вот, два места. Вот тут какие-то флажочки висят. Есть стол. Заначки еды. Все пластиково в бутылках. Очень много газа, остатка. В пакетах подвешена также еда. Есть бутылки воды. Тут мы воды оставили, пятилитровую. Да, мы тут встретили двух горных туристов, альпинистов. Мостодомпов, туризм, я бы сказал. И они решили оставить тут свои каски и ледоруб. Вот такой тару. Видимо, он много повидал на своем веку. Подмели. Стол чистый. Так что, с чистой совестью... С чистой совестью покидаем это прекрасное место. Вот есть еще такая картина добавная. Женщина держит на руках альпиниста. Вот если присмотреться, видно, что человек в каске и с ледовым инструментом. Вообще, эта хижина построена альпинистами в 60-е годы. Вообще, неплохо сохранилась. Мы очень довольны данным местом. Ну все, пока. С нами Собакевич. Пойдем. Все, пришло время. Так, Жужа, будешь дорогу показывать. Редактор суб могил nå Katow. Корректор субь stare. Пулул Ignacова. Редактор субав Luci.